День добрый, уважаемые коллеги. В докладе планируется представить результаты экспресс-теста отечественного натриуретического пептида под названием «Мечта». Здесь перед вами три центра, которые принимали участие. Это Иркутск, кардиологи городской больницы номер 3. В Красноярске руководил командой профессор Олег Анатольевич Штегман. Он, кстати, и придумал вот этот красивый акроним «Мечта». И в Новосибирске, где собственные создавали этот тест, руководила группа Наталья Геннадьевна Ложкина. Конфликт интересов здесь отсутствует. Экспресс-тест натриуретического пептида используется давно, уже почти 20 лет. Преимущества, я думаю, в этой аудитории обсуждать не надо, потому что все понимают, быстро нужно принять решение на основании полученного теста. независимо от центральной лаборатории. Экспресс-тестов достаточно много, от очень простых до весьма продвинутых. И, конечно, большая часть этих тестов, подавляющая часть, создана в странах, которые сейчас с нами почему-то перестали дружить. Безусловно, экспресс-тесты, они хорошо изучены достаточно. Во многих международных рекомендациях ссылаются на это исследование. То есть здесь речь идет о чем? Что пациентов с повышенным риском сердечной недостаточности обследовали с помощью экспресс-теста, и у тех, у кого был повышенный натриуретический пептид, тех уже обследовали углубленно и назначали блокаторы ренин-ангиотензин-альдостероновой системы. И когда через несколько лет посмотрели, а это рандомизированные исследования, да, то и выяснилось, что в той группе, где проводили скрининг, там частота сердечной дисфункции, как систолической, так и диастолической, и сердечной недостаточности была почти в два раза ниже. Это следующее исследование, результаты которого также, как и первого, вошли в международные рекомендации. Ситуация следующая, то есть пациент после госпитализации сердечной недостаточности выписывается. В течение 65 суток его каждый день обследуют, то есть оценивают массу тела и оценивают натриуретический пептид, и потом смотрят, были ли прогностические признаки перед ранней декомпенсацией сердечной, и выяснилось, что повышение натриуретического пептида выше 200 пикограмм на миллилитр оно неплохо предсказывает раннее обострение сердечной недостаточности. И это работает лучше, чем контроль массы тела. Итак, цель нашего исследования – оценить точность определения натриуретического пептида, НТПРОБНП в крови с помощью отечественного экспресс-теста у пациентов с хронической сердечной недостаточностью разной степени выраженности и здоровых лиц. Вот перед вами, собственно, сам экспресс-тест. Это привычная нам тест-полоска. Туда капается кровь или плазма, и по изменению цветного индикатора мы смотрим, каково повышение уровня натриуретического пептида. Градации вы видите. Ну, вот эти градации, они традиционные. Они закреплены в ряде международных рекомендаций. Это 125 и для острой сердечной недостаточности пороговые уровни в зависимости от возраста. Характеристика участников исследования. Ну вот в трех центрах мы набрали 79 человек. Пациенты с хронической сердечной недостаточностью были достаточно пожилые, 69 лет в среднем. И антипроби-НП у них был 1900. Что касается здоровых, там средний возраст помоложе, естественно, 43 года. И вот справа вы видите группу сердечной недостаточности. Что она из себя представляет? В основном это, как обычно, второй, третий функциональный класс. Больше половины сохраненной фракции выброса. И коморбидность, она тоже традиционная. Это гипертония, коронарная болезнь, фибрилляция предсердий, дисфункция почек. Ну и вот, собственно, результаты исследования. Мы провели корреляцию между экспресс-тестом и количественной оценкой натриуретического пептида. Ну понятно, что впрямую коррелировать нельзя, поэтому нам пришлось перевести количество в соответствующие ранги, которые у нас есть по экспресс-тесту. Что мы видим? Корреляция достаточно сильная. Кроме того, мы провели корреляцию между уровнем натриуретического пептида и функциональным классом. Здесь корреляция была умеренной, но я хочу обратить внимание, что результаты экспресс-теста и количественного практически не отличались. Также мы что посмотрели? Мы посмотрели взаимосвязь между уровнем натриуретического пептида и функциональными классами. Картинка очевидная. Чем выше функциональный класс, тем выше уровень натриуретического пептида. И еще раз обращаю внимание, что данные экспресс-теста и количественные ранжированные оценки достоверно у нас не различались. Все диагностические тесты оцениваются именно по этим показателям. Специфичность, чувствительность, прогноз положительный и отрицательный. Вот вы видите, красным выделены эти результаты, которые мы получили. Цифры вполне приличные, рабочие. Вы прекрасно понимаете, если работаете с подобными тестами. А справа мы вывели результаты американского многоцентрового исследования. То есть они также исследовали экспресс-тест, у них было хорошо спланированное исследование, очень похожее на наше в чем-то. Результаты, видите, у них получше. Ну и тест, смотрите, какой у них не только полоска, у них очень приличный анализатор. И достаточно дорогой, естественно. Кроме того, такие тесты обязательно тестируются по клиническим референтным точкам. Стандартом является второй-четвертый функциональный класс в сочетании или без сочетания с сниженной фракцией выброса. За отсечку берется, как правило, либо 50, либо 40%. Вот перед вами цифры. Они вполне приемлемые. Кроме того, мы сравнили эти результаты опять-таки с последними метаанализами. Вот третья колонка – это у нас количественный тест, чувствительность, специфичность и диапазон. Смотрите. И последняя колонка – это метаанализ экспресс-тестов. То же самое. И мы видим, что экспресс-тест отечественных вполне достойно смотрится на фоне достаточно квалифицированных исследований. Проблема натриоуретического пептида в чем заключается? Он повышается часто при многих состояниях. Вот здесь табличка из переведенных европейских рекомендаций. Некоторые исследователи даже считают, что его можно использовать как индикатор вообще любых сердечно-сосудистых заболеваний. И на это у них есть основания. Поэтому более точные, более корректные, отрицательные результаты. У нас группа была 24 человека. Вот посмотрите. У нас только в одном случае был положительный результат. То есть тест зашел в диапазон 125-450. А количественный был 100. Но, соответственно, он был ложноположительным. Но число-то было небольшое, поэтому 4% это вполне достойно. И выводы нашего многоцентрового исследования «Мечта» какие? Что результаты экспресс-теста NT-PRO-BNP тесно коррелируют с ранжированной оценкой количественного теста этого показателя. Второй вывод, что уровень NT-PRO-BNP, оцененный экспресс-тестом, возрастает у пациентов с более высоким функциональным классом и не отличается достоверно от ранжированных оценок, полученных количественным тестом. Ну и ложноположительные результаты в группе здоровых лиц были редкими у нас. И последний слайд. Это где можно применять и целесообразно применять экспресс-тест. Это, конечно, на амбулаторном этапе. Это приемное отделение, отделение неотложной помощи. В ряде случаев, возможно, даже палата интенсивной терапии. Это, несомненно, попробовать можно в домашних условиях. Ну вот как мы гликемию уже определяем. Это мониторинг очень важного состояния. И, конечно, я хочу обратить внимание, исследование продолжается. И, конечно, было бы здорово, если бы другие центры подключились к апробации этого, на наш взгляд, весьма перспективного и достойного отечественного теста. И, конечно, тут работы много. То есть надо посмотреть и острую сердечную недостаточность, надо посмотреть коморбидность и так далее. Ну вот, коллеги, короткое сообщение. Спасибо вам за внимание. Спасибо. Спасибо. Спасибо.